Работодатели должников по зарплате вызвали на ковер. Сегодня им пришлось держать ответ перед главой республики. По данным государственной инспекции труда Чувашии, более трех тысяч человек так и не получили заработную плату. Какие меры необходимо принять для погашения задолженности перед работниками, обсудили члены межведомственной комиссии. Несмотря на принимаемые меры, долги по заработной плате увеличиваются. Органы власти, профильные ведомства должны помочь людям, отметил глава региона. В отдельных случаях люди обращаются к нам, прокуратуру, для того, чтобы заработанные деньги получить. Почему это происходит? Разные причины, тут можно говорить, но это никому не интересно. На 17 декабря, если взять цифры, мы с прокуратурой все это выверли, согласовали. Долг по республике составляет 99 миллионов рублей. Я не беру данные статистики, они меньше. В то же время из 23 организаций, имеющих долг по зарплате, в 13 организациях у нас введены различные стадии банкротства. Сокращение долгов – приоритет в работе прокуратуры. Только с начала этого года возбуждено 19 уголовных дел. За 11 месяцев текущего года прокурору выявлено 8,5 тысяч нарушений закона в сфере оплаты труда. Принятыми мерами удалось погасить задолженность по зарплате в размере около 177 миллионов рублей на более полусотни предприятий республики. Большой долг у предприятия банкрота «Чувашавтотранс». Задача конкурсного управляющего – выплатить работникам порядка 40 миллионов рублей. Вся надежда на продажу имущества. Торги намечены на конец года. В настоящее время оценено примерно 50% имущества на общую сумму по оценочную сумму 347 миллионов 612 тысяч рублей. О ситуации, складывающейся на «Чувашавтотранс» мы еженедельно докладываем руководителю Федеральной службы по труду и занятости, руководству Лосееву Дальвовичу. Ситуация на данном предприятии находится на его личном контроле. Также введем контроль за тем, чтобы все процедуры, связанные с увольнением работников, были соблюдены. Но долговая нагрузка на «Чувашавтотранс» может увеличиваться и дальше. Одна из проблем – бремя перед налоговой службой. Впереди задолженности по заработной плате 70 миллионов налогов. Только потом идет заработная плата. Нами было направлено заявление в арбитражный суд о приоритете очередности заработной платы перед бюджетом. В первой инстанции нам отказано. Мы направили заявление в апелляцию, где просим это решение отменить. Приоритет нужно отдавать человеку. Никто за это осуждать не будет, никто к вам взыскательно не будет подходить. Это правда. Конституцию возьмите, все почитайте. Конституция Российской Федерации. Глава региона отметил, что сократить долги перед работниками – первостепенная задача. Урегулировать проблему удалось оперативно конкурсным управляющим и инвесторам Чувашского бройлера. Была договоренность достигнута с инвестором, и долг был полностью погашен. Сразу хочу сказать, на сегодняшний день долг есть, но он не растет. Подходит к завершению инвентаризации имущества должника, потом будет проведена оценка, далее будет утверждено положение о порядке сроков и условиях продажи имущества должника, и имущество будет выставляться на открытые торги. Может быть, тоже этот пример, как и урок, как и опыт из выхода из ситуации, которая складывается на таких предприятиях при сложной экономической ситуации, создаваемой уже в процессе прежней деятельности. Еще одна тема – неформальная занятость. Немало нелегалов работает на рынке перевозок, доставляя пассажиров в другие города. За 9 месяцев было привлечено 20 граждан-водителей и составлено 60 административных протоколов. Бороться с нелегальными перевозчиками может помочь и новая мера, когда у нарушителей закона автомобили изымают. Глава региона поставил задачу навести порядок и уйти от неформальной занятости. А когда нужно через метод убеждения, применяя инструмент уважения и доверия, значит, подсказывать им, что заплатили и все, работайте спокойно, никто вас тревожить не будет. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.